Продолжение следует... 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 Коступность культурного предложения. Оно может быть дорогим, оно может быть дешевым, оно может быть платным, может быть бесплатным. Наша задача, чтобы вам было интересно. Потому что город это не здание, это не телеграф, это не Тверская, это не только памятники архитектуры, хотя они тоже важны. Город это люди, которые в нем живут. И атмосфера города передается только через людей, которые в этом городе живут, плавятся, которые приезжают, которые становятся новыми москвичами, которые наоборот родились здесь. И Москва это те люди, которые в нем живут. Это вообще большая дискуссия, которую я думаю, что в ближайшие 10 лет, я надеюсь, что сейчас еще быстрее эта дискуссия пойдет, что Россия, и это давно уже нам признать, как Россия, как Германия, как Америка, как Арабские Эмираты, она производит не уголь, нефть, металлы, газ, оружие. Россия производит людей. И чем эти люди более здоровые, более образованные, более сильные, более эмоционально устойчивые, более позитивные, тем сильнее Россия. Поэтому наша основная задача сделать так, чтобы тот лозунг, который мы достаточно нагло себе присвоили «Москва, живи, работай, созидай» стал лозунгом и тех людей, которые живут в городе Москве, которые чувствуют, что они и есть этот город, и то, что они делают хорошо, это и есть Москва. Вот я коротко так расскажу, а дальше я готов отвечать на все любые ваши вопросы, включая самую провокационную. — А как вообще человеку, который не очень понимает, к кому ему обращаться, потому что в инстанции много, житей много, вот эту проблему решать? А не точку входа? — Про мораль, этику или про что вы не очень понимаете? — Вообще, вот есть человек в городе, горожанин москвичный, у него есть какое-то желание пообщаться с властью, с администрацией, с чиновниками? — Вот для таких людей есть я, к остальным попасть невозможно, но это и не нужно. Но давайте я попробую ответить. Здесь же молодая аудитория. А зачем вам общаться с властью? Вот попробуйте отменить эти лекалы. Чем может вам помочь власть? Власть должна создать условия, чтобы вам было комфортно. Любой проект международный, городской, просто коммерческий, основан на, сейчас посчитаю, два крыла или три. Это интерес рынка, то есть люди готовы хоть копейку, но какую-то заплатить часть. Интерес профессионального сообщества и интерес власти, которая этим пользуется. Айфон вряд ли обращался в министерство, есть промышленности в Соединенных Штатах, Стив Джобс, чтобы это что-то получить. Поэтому здесь я бы работал сначала на рынок, на людей и тогда бы получал какой-то результат. Вот так прийти, кому что-то предложить, никому ничего не надо. Это так устроено. Но если ты сделал продукт, всем кому-то надо. Вот сколько ребят отрекламировали, да, кто-то варит кофе, вот кофе стал нужен. А так прийти в департамент педагогического рынка, мы варим отличный кофе. Ну, дайте нам два с сахаром и со сливками. То есть это же, это не работает. Здесь вертикаль власти не такая, как мы хотим это донести до всех или как кто-то ощущает. То есть рынок намного сам интереснее, востребован и ко всему новому неравнодушен. Поэтому мы поддерживаем уж как минимум вот этой административно-хозяйственной частью любые проекты. Еще так же исходя из логики, что в Москве есть потребитель всего. То есть если я могу сегодня... Вообще культура, это же такое понятие без стен, без объема. Вот сегодня я могу здесь выступать, а через два часа здесь может выступать какой-то, я не знаю, калмыцко-буддистский ансамбль. И тоже в Москве большая диаспора и буддистов, и калмыков, они придут это слушать. Ну, может им в 10 утра сложнее, но вечером уж точно придут. Поэтому это вопрос, еще раз скажу, подачи материала. Это вопрос интереса, это вопрос воспитания публики, это вопрос открытости к обществу. Не к городским властям и к властям позже. Это вопрос общения и представления продукта, которого ты делаешь, любого культурного, интеллектуального, учебного, людям. Это история связана с тем, что если ты делаешь продукт, у тебя нет конкурентов. Это факт. Можно будет письмо написать? Можно. Пишите. Пишите правду. Вопрос у меня такой, поскольку тема климата озвучена, я могу не спросить вас о экологической культуре, которая является элементом культуры как глобального понимания. В связи с этим, вот такая идея, международное сообщество очень разная система зеленых офисов. Считаете ли вы возможным, что сотрудники департамента культуры могли бы стать такими агентами зеленых изменений и нести культуру в массу? Потому что в Москве гигантская проблема просто существует именно с экологической составляющей культуры. И это могло бы создать не только новый имидж департамента культуры, не только совершенно новое восприятие сотрудников как государственных работ. Мы со старым имиджем справиться не можем, зачем нам новый-то? А по поводу экологичности и всего, что связано с экологией, это вопрос, что эта культура отсутствует. Эта культура, к сожалению, единицы людей понимают, как важна экология или экологический даже образ жизни в таком агрессивном мегаполисе, как Москва. Потому что любой мегаполис — это все равно агрессивная среда, это час из дома на работу, а то и больше в давке, это огромное количество машин, это тяжелый трафик и так далее и тому подобное. Я думаю, что даже если весь наш департамент перестанет пользоваться пластиком, начнет использовать только экологические технологии, ситуацию это не изменит. Здесь должна быть большая пропагандистская компания, потому что это важно каждому жителю города. Но если департамент культуры может там участвовать в каком-то объеме, мы будем рады. Но это совершенно про другое. Это история про навязанную, как вам можно навязать, как обществу можно навязать какие-то ценности, идеалы, принципы. Навязать в хорошем смысле слова долгой работы, убеждая. Если даже смотреть, ну для этого власти или инициаторы этого процесса должны что-то делать. Если смотреть статистику 2010-2011 года, когда входы в парки города были платные, в парке посещало 10 миллионов человек. Вот в прошлом году у нас статистика, когда входы бесплатные, когда парки был гостроен, 35 миллионов человек. То есть давайте честно, что появилась парковая культура и появилась культура ходить в парк. Я сам до того момента, пока не был назначен директором парка Горького, в парке Горького не был ни разу. Потому что у меня не было такой истории, вот пойти туда погулять между аттракционами, шашлыками и десантниками. Поэтому это вопрос, что сначала нужно что-то делать, какую-то инфраструктуру. Тогда люди с удовольствием готовы это поддерживать. Потому что люди-то в принципе не дикари, не звери. То есть если им говорят, что вот это, вот такие правила, мы так участвуем, такая рамка. И это хорошо и для тебя, и для окружающих. Люди будут в этом участвовать. В принципе, мы же не выбрасываем мусор из окна. Хотя в Средневековье такое было. Мы понимаем, как пытаться жить в таком городе, как Москва, чтобы тебя никто не трогал. Да и ты никому не мешал, уж давайте честно. Поэтому это вопрос культуры, это вопрос лиц, это вопрос навязывания этой системы. Я как-то вот случаем знаком со Стеллой Маккартной. Это целая идеология, что она рассказывает, как она это делает. Начиная там от всей системы без мяса и вообще веганской этой еды, заканчивая экологическими офисами. Как я понимаю, они через два года хотят создать компанию, которая стоит миллиарды долларов, которая не будет никак нарушать экологическую систему планеты. У них большая правила. То есть это вопрос декларации, вопрос к чему ты стремишься. Всегда нужны модели, которые ты готов поддержать или нет. Я всегда привожу примеры на эту тему, включая музыку или экологию, каких-то сетевых компаний спортивных, как World Class. Они же в принципе навязывают, что надо ходить в спортзал, надо важно. Это же целая маркетинговая компания, продают эти абонементы. Дальше появляются беговые какие-то клубы, они приходят в парки. То есть это становится тоже некой спортивной культурой, которую навязывают. И люди, которые заплатили деньги за этот абонемент и бегают, плавают, прыгают, их никто не обманул, они правда получают здоровье. Люди, которые продали этот абонемент, они получают прибыль. Большое количество работающих в этом офисе получают заработную плату, кормят своих жен, детей или мужей. Детей имеют ипотеку и живут, и развиваются, и этим развивают город. Вот поэтому, если есть эта экологическая тема, то и должна быть такая матрица, как ты это продаешь. Как ты объясняешь людям, что для вас это выгоднее, это лучше, это интереснее и вообще это как бы по-человечески. Здравствуйте. Насколько я поняла, акцент делал именно на этом, что люди сами должны быть, во-первых, очень активными, чтобы что-то менять. Да. Ну, это естественно понятно, я сама очень активно всем интересуюсь и постоянно участвую. С другой стороны, я хотела бы задавать один вопрос. Какой, по вашему мнению, должна быть роль власти именно в формировании культурного климата города и Москвы в частности? Я раз уже не говорю, спасибо. Да, тогда мне надо, пока микрофон не забирайте, да мне надо просто узнать, мне как отвечать по учебнику, ну или по реально как в Москве существует, или в России давайте так, почему в Москве. Активных людей, к которым мы обращались на культурном форуме, у которых есть требования, которые говорят, а где наша спортивная площадка в парке, или где наша танцевальная сцена там, или где наш театр. Это современные пьесы, я думаю, что, или там наш рок-клуб, я думаю, что их 1800. Это какое-то мое внутреннее ощущение по тем результатам прошедших там трех выборов, по тому количеству людей, которые приходят на какие-то тонкие акции, которые мы делаем, хотя они там ночь в музее, ночь в театре. Это где-то всегда 800 тысяч человек, сейчас уже появился миллион триста, но мы уже колыхнули другую возрастную группу. Ну где-то это такая цифра людей, которые готовы, давайте так буду молодежно говорить, качать вместе с городом, то есть участвовать в этих процессах, то есть они сами часть этого процесса. По поводу требований, что город может сделать. Вообще любая бюрократия, ну только если это не в редких случаях, какая-то суперразвитая, хотя я тоже в это не верю, она живет с запросами общества. Поэтому чем больше ту риторику про некоммерческие организации, про создание гражданского общества я всегда поддерживаю. Чем больше общественных организаций, поддерживающих гуманное отношение к домашним животным и требующих не детских площадок, а площадок для выгула собак, тем этих площадок будет больше. Это всегда идет только снизу. Любой чиновник, бюрократ, особенно среднего и мелкого уровня, он всегда, или основная его проблема, что он глухо и слеп к потребностям общества. Он всегда ждет команду сверху, поэтому это качается только снизу, только снизу, только снизу. Как только появляется какое-то сообщество, которое имеет электоральный интерес для власти, то сразу с этим сообществом начинают заигрывать. Это, поверьте мне, это начинается от... Вот в Москве миллион сто студентов, миллион сто, поэтому есть молодежные союзы, совет при мэре, по-моему, молодежный, есть у нас большое направление, мы с ними участвуем. Есть разное, от агрессивного до пассивного футбольного сообщества, мы тоже в нем участвуем. То есть, как появляется сообщество, сразу появляются люди, которые во власти, которые хотят это взять как актив. Вопрос, что сообщество должно научиться использовать у бюрократов тоже. Вот примерно так. Сам вот город сядет и подумает, город это вообще неодушевленное лицо. В моей теории город это вы. А в вашей теории постсоветского общества, город это даже не я, а мои начальники. Вижу ваши руки, буду запоминать их. Постараемся задать побольше вопросов. Вот еще один. Доброе утро. У меня более общий вопрос. Так как мы спрались молодые ребята, которым интересно все новое, которые в результате хотят менять окружающий мир, у меня вопрос такой. Какую книгу или книгу советую прочитать, от времени 25-30 лет? И какую книгу прочитать? Может быть, та, которая на вас в этом времени поменялась? Да, давайте тогда я отвечу. Тогда я отвечу шире, не только про книгу. Если вы хотите что-то менять, а я верю, что только вы сможете что-то изменить, то категорически важно учиться. Как говорится, важно учиться хорошо языку технологиям. Вообще просто технологиям, как это устроено. Технологиям образовательным, культурным, рекламным, неважно каким, медицинским. Просто учиться технологиям, что в России очень сложно. И максимально важно читать современные статьи на языке носителя. Поэтому надо хоть один язык знать. Это я в этом категорически уверен. По поводу книг. Сейчас я уже очень случайно читаю. То есть, мне кто-то советует что-то. Или я просто приду и покупаю какое-то количество книг в книжном магазине. Мне издательство, которое сейчас рекламировали, вот Манн, Иванов, нравится. У них есть неплохие книги. Последнее, что я интересно читал, это «Бесцельная жизнь». Это про личное планирование, которое высвобождает много времени. Это тоже издательство по Фарберам, Манн, Иванов. Какая-то книга повлияла на меня. На меня много этих книг повлияло. Начиная от Драйзера, когда трилогия «Финансисты Титан стоят». Но это в детстве было, в каком-то подростковом. Но больше я считаю, что молодежь должна читать профессиональную литературу. И идти на короткие, интересные курсы. Возможно, даже не только российские, московские, но и всякие другие. Это большая история. Мы проводим социологические исследования. Большие, интересные. По нашим социологическим исследованиям, средняя московская семья готова тратить 7% дохода на культуру и развлечения. На образование средняя московская семья. Готова тратить 2%. Я с этим ребусом мучился, мучился. С учетом того, что, предположим, в Соединенных Штатах все совершенно наоборот. Любые свободные деньги, кроме когда ты оплатил ипотеку, страховку и все, и стоматолога, дантиста, как они говорят, ты тратишь на образование, чтобы потом в резюме написать и потребовать дополнительный заработок. Владею испанским языком. У нас это так не делается. Почему? Я мучился, мучился, в итоге я добрался до Аузана. На что Аузан, оказывается, делал такое же похожее исследование. И он говорит, Аузан это большой экономист, большой МГУшный преподаватель экономики. Он говорит, мы такое же исследование делали постсоветское пространство. У нас сознание людей, что образование тебе должно государство. А культура и развлечения, типа, ну это вот я заработал, я пойду. Поэтому, вот если вы можете все свободное свое время и деньги тратить на образование, поверьте мне, что это принесет вам огромные дивиденды. Главное, понять, на что вы это тратите. Потому что мир глобален. Мы с вами сегодня разговариваем в Москве, каждый из нас это понимает, но вот окна зашторены, какой-то бетон, и это вполне может быть Берлин. А может быть Копенгаген, а может быть Нью-Йорк. У вас есть возможность работать во всем большом мире глобальном. Никто вас не держивает, никто не бьет вам по рукам, как это было раньше в советский период. И моя задача, как небольшого городского чиновника, конкурировать за ваш ресурс, чтобы вы остались и работали здесь, создавали свои работы. Свои работы любые. От вкусного кофе, еще раз повторюсь, до произведения современных художников. Здесь очень часто звучит слово культурное предложение, культурное мероприятие. Мне кажется, вы подчеркнули некоторую разницу между культурным предложением и культурой, как содержанием человека. То есть, эта разница, мне кажется, очень существенна. И в связи с этим вопрос. То есть, как формируется культурный спрос? То есть, как формируется тот уровень культуры, на котором потребитель будет формировать свой запрос на культурные мероприятия? То есть, в данном случае мы говорим даже не об образовании, а о культурном уровне нашего народа. Потому что невозможно на запросе сформировать культуру тех, кто запрашивает. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Как это повышать уровень культуры? И второй вопрос. Каковы приоритеты департамента культуры в этом отношении? Вот культурная политика вашего департамента, она какова по своей сути, помимо формирования каких-то культурных предложений, помимо социологических опросов, маркетинговых исследований, вот именно вот этого потребления культуры? Вот о чем сейчас думает департамент культуры? По поводу, о чем думает департамент культуры? Мне кажется, каждый думает по-разному. С осторожностью смотрит в будущее. По поводу культурных предстрастий широкой части населения, давайте я так скажу. Большинство культурных предстрастий формирует телевизор. Проблема это проблема. Упрощает телевизор восприятие мира? Упрощает. Большинство людей это устраивает? В принципе, да, потому что они и другого продукта не видели. Наша задача создать альтернативную повестку. Приучить людей ходить в театры, парки, библиотеки, на лекции и на другие культурные события, любые. Просто наша основная борьба, это борьба с диваном и телевизором. Почему мы делаем 50 поводов выйти из дома, когда мы школьникам в хорошем смысле продаем идею через дневники, что все московские музеи в дни школьных каникул новогодних будут работать бесплатно. Это дает огромнейший эффект, больше миллиона человек. Когда школьник говорит, папа, папа, пойдем в музей и вытягивает своих родителей в музей. И родителям ничего платить не приходится, за троих это 600 рублей бы стоило. А так бесплатно и как-то мы пытаемся колыхнуть другую часть населения. По поводу, что мы делаем как бы системно. Вот весь прошлый год у нас будет под этой же логикой. Это детство. И для того, чтобы воспитать зрителя и не потерять нынешнего, мы должны обращаться к детям, которых в Москве тоже более миллиона, именно школьников даже более миллиона, а так детей под 2 миллиона, предлагая им различные культурные предложения, воспитывая в них зрителя. Потому что когда мы говорим, что уходит театральная эпоха, уходит культурная эпоха, мы забываем, что просто в силу возраста уходит и зритель, который ходил в этот театр, ходил в эту галерею, ходил в эти музеи. Наша задача – воспитать нового зрителя, которому это было бы интересно. Воспитывая, обращаясь к школьникам и детям, мы понимаем, что они придут с родителями. Нам это максимально важно. Это детские программы. Они касаются и обучения, и развития, и много-много чего. Это большая программа. Детство. Дальше у нас задача – это децентрализация. Потому что по сталинскому генплану 80% учреждений культуры города Москвы находятся в пределах Третьего транспортного кольца. Наша задача – отремонтировать все дома культуры, музыкальные школы, библиотеки, чтобы это стали локальными центром культуры, куда люди могут дойти в пешей доступности. Просто не тратя время. И эти дома культуры должны работать до 11 вечера и включать в себя концертную и театральную программу, ну, как бы гастроли центральных театров. Нам, в принципе, это уже стало удаваться. И отдельная программа, которую мы видим, а вы не ощущаете на себе, хотя, наверное, уже ощущаете, но мы видим в этом большую проблему до города, это добрососедство. Это большая программа московской идентичности, когда мы говорим, что мы так живем, а так у нас не принято. То есть мы вот про лекции – да, а про лезгинку – нет. Или про это – да, а про это – нет. И добрососедство включает в себя межнациональный диалог, вот так я скажу. Вот, наверное, это три наших принципа. Здравствуйте, Александр Шапорост. Как раз в продолжении лезгинки и выставки картин вопрос о том, как нам сохранить утру района. Пример, патриарши. Интеллигентный, чистый, красивый, яркий, вкусный. Последние полгода в нескольких местах на городских территориях, в нескольких помещениях открылись места, которые в 4 утра заканчиваются лезгинкой, тракой и трудними мероприятиями, которые для жителей абсолютно неприятны. Как нам сохранить культуру нашего района? При том, что мы абсолютно открыты, готовы к интернациональным каким-то связям, обменам и так далее, но не может на другом. То, что касается патриарших, которые я тоже люблю, и вообще мест таких вот стародачных московских, это самое сложное, потому что они перестали быть локальными центрами, со всей Москвы туда люди ездят в рестораны, погулять на патриарших, туристы, бомжи, потому что серьезно, это статистика, что в помойке легче что найти, то есть там целая своя жизнь. Как это сохранить? Вот мы то, что будем пытаться, мы вот всю зону вокруг патриарших нам мэр отдал, чтобы это была пешеходная зона, ну или жила по логике пешеходных зон, и все, что там культурно проводилось бы, мы согласовывали. По поводу политики первых этажей, которые там существуют, я думаю, что рано или поздно все наладится, но оптимизм ожидать пока рано. Да, я объясню, я могу это, это не только патриарших, это будет касаться всех мест, которые будут работать, с изи, еще которые останутся, которые работают из точки общепита. Это мое внутреннее личное ощущение. Так как курс евро поднялся, вот как я понимаю, то алкогольное меню, да, то есть вот раньше было хорошую культуру, выпить там бутылку вина 2-3, кто-то сколько мог, да, за хороший ужин, люди же ходят в рестораны, то в продаже закупка вина всегда, как мне объясняют рестораторы, 300% наценка ресторана. Поэтому, если сейчас раньше там за 20 евро было неплохое вино, то ты его должен был продавать за 60. 60 евро это сейчас много денег, соответственно, люди не готовы платить такие деньги. С учетом того, что это запретили курить, люди, во-первых, лучше купить тогда бутылку вина в магазине, который дешевле, и дома выпьют. То есть это тоже такой тренд. Поэтому основные рестораторы, как я вижу, и успех вот последних проектов, они стали делать водочное меню. Водочное меню подразумевает, что люди выпивают водку под другую закуску. Водка, напиток алкогольный. Как я понимаю тренд, драки в ресторанах уже пошли, потому что это другая форма потребления. Из-за кризиса, я думаю, что из-за кризиса санкций, внутренних санкций, культура потребления будет меняться. Культура потребления будет меняться, будет меняться и культура поведения. Поэтому вам не спать до 4 утра несколько лет еще предстоит. Но с другой стороны, я думаю, что появятся какие-то новые форматы. Анти-кафе, какие-то истории, связанные без алкоголя, какие-то истории, связанные с экологичным и спортивным образом жизни. Но здесь вопрос, что везде будет интеллектуальная история. Сейчас вообще я надеюсь, что интеллект будет более востребован в кризис. Я хотел бы развить последний вопрос о цели, полагании культурной политики города, партнами, это город у нас, в частности. Такое небольшое предисловие. Вот раньше, да, в традиции сформировалось такой взгляд на культуру, что это нечто необходимое государству или обществу для того, чтобы сформировать некий целевой, обрисованный в традиционном понимании культуры, образ человека и гражданина собственной страны. И, в общем-то, культурный заказ в этих новых терминах шел как бы от государства. Вот, теперь, слушая вас, я понимаю, что модель несколько изменилась, вы исходите от потребительского, так сказать, запроса. То есть культура, она переходит, получается, в рыночную модель. И мы говорим о, теперь, о спросе различных групп населения на те или иные виды, так сказать, культурных продуктов. Вот. Но, такой пример. Вот, например, Гоголь-центр был заменен. Для большой части населения нашей страны то, что демонстрируется в Гоголь-центре, считается антикультурными явлениями. Например, да, для другой части населения культурными. И наоборот, да, то, что демонстрируется в классических, например, театрах, в классических культуарах, считается чем-то мусторевшим и так далее. Нужно входить, что это все равно нет. То есть есть понятие все-таки, что есть что-то антикультурное, есть что-то культурное. То же самое, например, есть спрос, ну, их стало бы сказано, ЛГБТ, сообщества. У них тоже какой-то структурный спрос. Вот отсюда следует вопрос. Если власть ориентируется на спрос снизу, то существует ли для власти развлечение, что культурно, а что некультурно? Или она отвлекается на спрос любого сообщества? Да, я могу отвечать. То есть перешло, мы перешли в эту рыночную модель окончательно, бесповоротно, и осталось ли что-нибудь вообще, как инициатива сверху, цели, полагания этой культурной политики? Ну, вообще в рыночную модель-то не перешли, к счастью или к сожалению. В культуре уж точно это самая нереформированная отрасль советского периода. Все театры содержатся на государственные деньги, все музеи содержатся на государственные деньги. Многие учреждения очень мало зарабатывают, поэтому мы как раз живем в такой больше белорусской модели. Вот и вроде и капитализм есть, а вроде и нет. По поводу гоголь-центра. В Москве 317 театров. Театр современной пьесы, еще раз повторюсь, вполне может быть востребован. В этот несчастный гоголь-центр, о котором больше говорят, чем людей было, он сейчас даже на ремонте, ходит за год 300 тысяч человек. Как и будет зайти 330 тысяч человек. Зал-то там 700 мест, сколько может народ уходить. Поэтому это тонкое искусство в этой большой нашей любимой стране и в нашем городе. По поводу, если я должен отвечать за федеральное министерство, потому что я на самом деле в такой бюрократической иерархии очень небольшой чиновник. То есть мы не определяем культурную политику, которую нам спускают сверху. Поэтому мне сложно за это отвечать, но я попробую. Я бы видел культурную политику города и страны в том... К сожалению, в той ситуации, в которой мы находимся, надо вводить арифметическую модель. Мы должны увеличить количество, как вы говорили про советскую модель, людей, занимающихся классической музыкой. У нас сейчас, прости господи, до 100 тысяч даже не доходят в 14-миллионном городе. Мы должны взять на себя обязательство, что полмиллиона человек к 2018 году будет уметь играть на скрипке. Это все олимпийский принцип. От массовости к рекордам. Чем больше людей ходят в театр, вот сейчас ходят 4 миллиона, тем больше людей в этом разбираются. Что Гогольцентр это плохо, а Большой театр это хорошо. Где мужчины в лосинах тоже пляшут, и многим это могло бы не понравиться. Вот. По поводу различных сообществ. Я, как и президент нашей страны, глубоко уверен, что представители любых сообществ это граждане России. И чем быстрее они себя проявят, эти сообщества, тем быстрее с ними будет власть вести диалог и участвовать в разговорах. С ним, о их дальнейшем будущем, о их дальнейшем участии в жизни страны и города. Вот. И у всех, правда, есть какие-то требования. У всех. У людей с инвалидностью, у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, у людей с другим цветом кожи и так далее и тому подобное. У всех есть эти требования. Задача власти, эти требования отвечать, использовать и помогать им. Есть большое сообщество, я не знаю, давайте назвать, коренной нации, живущей в Москве. Хотя это тоже уже условная вещь. Мы тоже должны отвечать на эти запросы. Но основные запросы, еще раз повторюсь, это у любого жителя города, это безопасность, личное развитие, образование, спокойствие за своих родителей, я имею в виду за старшее поколение, спокойствие и иметь возможность учить развивать младшее поколение. Вот это город должен предоставить всем. А развивать это же и в театр ходить, и в музей, и просто в чистый безопасный парк. Поэтому вот это основная задача. А какая большая культурная политика? Сейчас очень сложно, это невозможно на этот вопрос ответить, не понимая, куда мы идем. А сейчас пока мне вот самому не очень понятно. То есть когда Советский Союз делал, он делал человека советского. Это была большая программа, это были гастроли Большого театра по России, это были выставки выездные по регионам, это была большая история. То есть это такой был вот ВДНХ, такой фильм «Рабочая колхозница» ярко показывал, свинарка и бастул, что я говорю, рабочая колхозница, глубоко показывал как бы жизнь, как устроена в стране. Сейчас это не устроено так. То, что мы должны двигаться друг на встречу другу, представить любых сообществ и понимать, что только в общей коалиции можно что-то добиться хорошего для всех, а не для себя лично, то это общее понимание, оно должно прийти. Оно должно прийти также через театр, через культуру, через книги и через многое другое. В театре я хожу часто, так получается, что несколько раз в неделю, но раз в неделю точно. Из драматических театров, наверное, любимый мой, современник МХАТ, из вообще таких театров, я думаю, что мне больше всего нравится, все равно большой театр, большой театр балет, могу сказать почему, то, что там не говорят, и как-то ты сидишь, музыка, даже если неудачная постановка, то музыка классическая всегда прекрасна. Доброе утро. У меня создал такой фантазийный, полнотопический, наверное, вопрос. А если бы у вас была возможность создать свой новый город, то какой бы идеей вы объединили людей, которые в нем будут жить, в чем бы была его такая миссия, и, наверное, чем бы он отличался от всех других городов, которые существуют в мире? Ну, много где, может быть, он бы не отличался от других городов, которые существуют в мире, но я бы создавал международный город интернешнл, город, в котором захотели бы жить не только местные жители, но поехали люди со всего мира, и, конечно, соответственно, этот город должен создаваться там, на принципе, что человек в этом городе будет делать, где он будет работать, где он будет себя проявлять. Я бы создавал такой больше креативно-промышленный кластер. То есть это город, где жили бы молодые люди, молодые, еще раз повторюсь, это, в моем понимании, до 50 лет. Это люди, которые были бы объединены по профессиональным интересам, это люди, которые создавали что-то интересный продукт для всего мира. Сергей Александрович, доброе утро. Доброе утро. Вы правильно заметите, что власть должна быть отвечать этим запросам общества, и вы, соответственно, этой власть такой проводник междуобществом и властью. Нет, я проводник себя. Есть мои принципы, я не могу обмануть, знаете, я не могу проповедовать. Не ешьте мясо, а сам ушел и съел отбивную. То есть я так считаю, я перехожу, общаюсь. Я за власть не готов отвечать-то, я за себя. Я могу ответить, да, нечестно. Вопрос такой был у вас. Новые поколения, которые здесь находятся, у вас считают каким-то королем Хирстера, скажется. Вот вопрос у меня такой, как нового молодого москвича. Вот мы вам доверяем, а где грань между того, что сегодня нужно ходить в театры, а завтра можно ехать на картошку, например. Ну, то есть где грань, вот, ваше влияние на нас? Когда вам можно было влиять, когда нет? Спасибо. Когда я вам буду что-то проповедовать и пытаться продавать, это уже в это можно не верить. А ходить в театры или повышать свой образовательный уровень, это просто мой совет и жизненный опыт. Я вам честно говорю, что это пригодится. Это пригодится, это пригодится, это пригодится. В силу разных причин, в силу провала рождаемости в 90-х годах. То есть уровень качественного профессионала, даже потребность качественных профессионалов, она гигантская. Она гигантская. Если вы хорошо обучены и можете делать что-то интересное, интересное вплоть до того, что самое даже простое, то у вас будет возможность этим прокормить себя, свою семью и иметь интересную жизнь. Друзья, я, как обычно, принимаю непопулярное решение. К сожалению, мы не успеваем задать все вопросы, и это очевидно. Уже 10 часов нужно разбегаться и менять мир к лучшему, не забывайте об этом. Последний вопрос задам я. Где вам можно еще задавать вопросы? Вопрос отвечаете ли вы, например, в Фейсбуке, в почте? Как у вас это организовано? Я отвечаю лично в Фейсбуке, в почте, но это всегда задержка у меня происходит, потому что у меня очень много писем. Ага, вообще. Да. И максимум, что я могу сделать после этого ответа, это свести с теми людьми, если у кого-то какой-то проект, а дальше получится, не получится, я не всегда готов быть гарантом, что это получится. Это вопрос задумства. Включитесь и пробуйте. Продолжение следует... Продолжение следует...